Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной радиоблог. И прежде чем я представлю вам своего собеседника, хотел бы сказать буквально пару слов о сегодняшнем своём посте в Фейсбуке. Он посвящён, собственно, одной теме. Тема такая. Мы параллельно с Ютубом, мы — это ТВ-клуб «Континент» в данном случае, сделали аккаунт дополнительный в «Рамбл». Это, в общем-то, аналог Ютуба. И там, ну, по крайней мере, на сегодняшний день вроде бы меньше цензурируют. Я не знаю, что будет завтра, но на самом деле я приглашаю всех, кто нас слушает, всех, кто в клуб заходит, как-то подписаться на наш там «Континент». Почему? Потому что не ровен час, мы не знаем. Вот очередной последний ролик ТВ-клуба, казалось бы, посвящённый он был Израилю. Я с одним из интересных молодых политологов беседовал, но тоже его ограничили в распространении. Поэтому я прошу вас, господа, обратить на это внимание. И если вам не трудно, это ничего ровным счётом не стоит. Но если вы будете параллельно ещё и в «Рамбл», помимо того, что на Ютубе нас, в общем-то, слушать, наблюдать, это будет хорошо, потому что есть возможность таким образом, может быть, даже сохранить те или иные эфиры, которые по тем или иным причинам, в том числе, даже и удаляются Ютубом. Ну а теперь к делу. Сегодня мой собеседник, как раз тоже член нашего клуба, большой друг, это Андрей Андреевич Знаменский, профессор университета в Теннесси. И сегодня, да, мы будем говорить с Андреем о делах наших насущных. Посередине «Щ» пока ещё, но хотелось бы и другую букву поставить. Андрей, приветствую. Приветствую тебя, Игорь, приветствую всех наших зрителей, слушателей по обеим сторонам океана, как я это всегда говорю. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, мы когда с тобой говорили буквально вчера, о чём же мы будем сегодня беседовать, то выяснилось, что тем настолько много, и вроде как-то они с одной стороны все тянут на глобальные, а с другой стороны какие-то мелкие, какие-то вот, я не знаю, сообразно вообще фигурам, которые в Белом доме. Хотя вещи они делают такие гадости, далеко не мелкие, но вот сами фигуры. И кому-то уже надоело слушать, ну что вы там бедного старика там и так далее мучаете. Как ты считаешь, может пора забыть о них, или они ещё заслуживают упоминаний постоянных? Мы можем о них забыть, конечно, но дело вот здесь в чём. Дело в том, что эта компания людей, которые сегодня занимают главенствующие позиции в Вашингтоне, мы на них должны обращать внимание, потому что часто слышится такой рефрен, что вот эти негодяи, там карьерные бюрократы. Но дело-то не в этом. Дело часто вот в чём. В том, что эти люди, которые занимают позиции, пытаются нам указывать сверху, что надо делать. Это ведь не просто карьерные бюрократы. Да, Байден 50 лет у власти, более 50 лет. Сенат в правительстве. Да, Камала Харрис в калифорнийской политике была. Да, все эти блинкины, все эти остальные тоже были в политике, собаку съели. Да, они карьеристы, но вот дело, Игорь, в чём. Эти люди убеждены зачастую глубоко, что они делают доброе дело. Многие из них фанатики, фанатики. И поэтому, конечно, мы должны обращать на них внимание, потому что они просто становятся опасными. Они становятся опасными, вынося какие-то решения, глубоко веря во всё это дело, в какие-то технократические такие шаги, которые они принимают. И они нашу свободу схлопают. Тем не менее, именно они убеждены, что они нам даруют свободу. Они нас лечат. Вот сейчас убеждены эти политики. Они нас лечат, и всё общество будет исцелено. Вот так они себя воспринимают. Не надо никогда недооценивать фанатизм бюрократов, которые становятся пленником своих правил, и глубоко убежден, что так надо делать. Смотри, ты говоришь бюрократы. Мне понравилось, что ты сейчас не сказал ни слова, где там республиканцы, где там демократы. А это больное место, потому что мы всё время повторяем, наша неудовлетворённость партии республиканской, которой мы симпатизируем, конечно, больше, она какой-то постоянный характер носит. А почему? А потому что эта партия на самом деле показывает себя в большой степени как партия соглашателей, как партия, которая идёт в фарватере демократов. И вот я, вот даже сейчас мы вот в континенте выставляем очередную порцию материалов, и там будет о том, что происходит в Северной Каролине. Трамп поддерживает свою кандидатуру человека, который в Палате представителей, ну, на Сенат. А одновременно он, я сейчас даже не припомню в точности фамилии, они не так важны. По-моему, Бад его фамилия. А его оппонент, он из вот этих самых Рино, из тех, кто склоняется в ту сторону, умеренных так называемых. Я бы их не умеренными назвал. Я бы уже их назвал немножко иначе. Так вот, и пока по опросам, даже вот тот, который умеренный, ну, у него там, в общем-то, давние какие-то вещи в штате схвачены, то есть в плане выборном, он якобы лидирует. И это вызывает некое удивление. Как ты на это смотришь? Понимаешь, какая вещь? Конечно, с демократической партией все ясно. Там клейма негде ставить, и она сейчас уже влево сдвинулась резко. Но ведь и среди республиканцев существует масса таких людей, которых смело можно назвать демократами. Например, республиканец в штате Массачусетс, Мэн или какой-то штат из Новой Англии, это то, что является демократом. Например, у нас в Теннесси или в Миссури. То есть настолько они либеральны, эти республиканцы, настолько они привыкли кланяться демократам вот в таких либеральных штатах, что они не просто хребет потеряли, они просто уже стоят на коленях. Это уже стало такой исторической удобной позицией, которую они занимают. Причем работает это так, Игорь. Демократы в Конгрессе, Сенат, Палата представителей, они задирают планку своего законодательного либерализма так высоко, а тут приходят им на помощь соглашатели-республиканцы и говорят, ну нельзя же так, ну вы просите так, я условно говорю, там 30 триллионов долларов, ну давайте уменьшим, давайте сделаем ну хотя бы 10 триллионов долларов. И тогда демократы так снисходительно говорят, ну ладно, ладно, хорошо. А результат-то какой? Вот у нас и есть эти вот 10 триллионов долларов, которые команда Байдена хочет на так называемую инфраструктуру тратить. А на самом деле они идут на вытягивание финансовой ямы вот этих вот штатов-банкротов, где щедрые федеральные пенсии, там Калифорния, Ленойс, Вашингтон, штат Нью-Йорк и тому подобное. Вот. Так это работает. К сожалению, республиканская партия сейчас расколота. И там немало таких деятелей, которые все время привыкли оправдываться. Они уже стоят в такой позе. Они не хотят, чтобы о них плохо говорила Нью-Йорк Таймс. Они не любят, чтобы о них плохо писала Вашингтон пост. Ты понимаешь, какая вещь? Сейчас мы стоим на пороге того, что нам не просто нужно отказаться от этих людей. А нам нужно, в общем-то, поплевать сильно в них. Нам их так морально говоря, я не физически говорю, моральных надо побить. Для чего? Для того, чтобы им сказать. Но вы извините, схвачая их за грудки, вы же знаете, что вас никогда не будет любить Вашингтон пост. Не будет вас любить Нью-Йорк Таймс. Наоборот, надо, чтобы вас ругали. Именно в этих звуках озлобления вы должны слышать отзвук своей правоты. А не то, что вас кто-то будет хвалить. Вот пока от этого республиканцы не избавятся, от того, что их всех должны любить. Ну, мы, конечно, хотим, чтобы нас все любили. Но не может тебя любить твой оппонент. Надо это ясно признать. И поэтому нужно тоже сделать, чтобы в республиканской партии наоборот правое крыло занимало лидирующие позиции. А у нас, к сожалению, Игорь, знаешь, что сейчас происходит. То, что вот эти люди, как Ромни, и такие, как вот покойный Маккейн, они группируются вокруг таких проектов, как, например, проекта Линкольн. Это проект, который создала группа неоконов, неоконсерваторов, сторонники Джорджа Буша, Ромни. И они специализировались на чем? На обмазывание в грязи Трампа. Они разоблачали Трампа всячески. И говорили за то, что мы хотим возродить реальный консерватизм. Где сейчас этот Линкольн-проект находится? Все, о нем не слышно. То есть они сами себя утопили, пытаясь сотрудничать с демократами. Вот в чем опасность. И самое последнее, Игорь, о чем факты, конкретные свидетельства, это о том, что нам нужно держать за грудки вот этих поганцев, вот этих соглашателей в республиканской партии. Вот совершенно недавнюю зашкварную новость, извините за выражение. На прошлой неделе, мало кто знает, внесен был такой закон в палату представителей. Он называется «Закон о создании регистрационной базы вакцинированных американцев». То есть задумка какая? Создать общенациональную базу для всех американцев, где мы будем индивидуально регистрироваться, чтобы правительство имело возможность посмотреть, а кто вакцинирован, а кто нет. Так вот, ну ладно, я ожидаю от демократов, что они проголосуют за этот закон. Так что же, нашлось 16 республиканцев. 16 республиканцев в палате представителей, которые одобрили эту вещь, и они надеются, хотят голосовать за эту вещь. Представляешь, какая обстановка сейчас? И среди них лидер, республиканского меньшинства, Маккарти. Да, да. В этом в том числе. Но смотри, интересная вещь, что происходит. Казалось бы, госпожа Лисчейни, которая уж как себя дискредитировать можно, она это сделала. Что даже вроде бы в ее родном штате Вайоминге к ней применили, помимо того, что ее выбросили из руководящих как бы республиканских кабинетов, она и там пострадала. Но я читаю, ну, уже некоторое время назад, что она на новые выборы собрала больше денег, чем когда-либо. Вопрос возникает очень интересный, кто эти деньги заносит. Уж не дядюшка Сорос опять с того берега решил, помимо прокуроров, еще и кое-кому из республиканцев подбросить, чтобы иметь вот таких троянских коней в республиканской партии. Все бы было, конечно, гораздо проще, Игорь, если бы Сорос только был виноват. Но Сорос это только малая часть. Это собирательный. Да, собирательный образ такой. На самом деле, там вся силиконовая долина в этом участвует. В этом участвует Фейсбук, в этом участвует Амазон. То есть, вот эти большие монополистические гиганты, которые привели к власти этого Байдена. Почему? Потому что он им выгоден занимать монопольные позиции на экономическом рынке Соединенных Штатов, диктовать, что и как нужно делать. Это очень хорошо монополим. Тут я Америке не открываю. Они будут спать в одной постели с государством. Вот с этими демократами, соглашательными республиканцами. Поэтому это неудивительно. Кстати, то же самое проезжая слово в Джорджии, когда вот эти вот выборы были, где демократы, два кандидата, сенатор выиграли. Туда они просто деньги занесли. Туда заколотили миллионы долларов, потому что понимали, что если они потеряют эти два места, то тогда они не будут иметь большинства в Сенате. Вот так вот это сейчас политика делается. Только не то, что не всегда нас пугают этим пандемией, ковидом, об этом мы тоже будем говорить, а просто идет борьба, идет занос денег, вот эти swing states, то есть штаты, которые 50 на 50, и когда создается такая критическая ситуация, туда закачивается волна вот этих, будем говорить, условно говоря, соросовских денег. Но опять соросы нужно ставить в кавычках, потому что это такой коллективный сорос. Я против того, чтобы все сводили к этому соросу. Я повторяю, только 10%, а там на самом деле есть и другие гиганты. Ну, мы не знаем каждый из этих кошельков, которые открываются ради достижения той или иной цели, мы сейчас не считаем. Сороса мы действительно употребляем исключительно в связи с тем, что, ну, уж он наиболее одиозен и как бы собирателен. А уже вкупе с ним Цукерберги, Брины и так далее, это само собой, это, как ты говоришь, силиконовая долина. Но, тем не менее, смотри, уже пошел отсчет, начиная уже декабрь 21-го, то есть быстро время-то летит, несмотря на всякие эпидемии, пандемии и прочее, а время идет неумолимо, и уже мы вступаем в полосу, когда все больше, больше будет разговоров о следующем, 2022, о выборах, в общем-то, где обновиться полностью палат представителей и часть, как всегда, Сената. И вот теперь возникает вопрос, во-первых, мы уже подняли, а кто ж туда придет от республиканцев с одной стороны, и как, по-твоему, будут, какими зубами, какими вставными челюстями и невставными тоже будут удерживать демократы, вот то большинство, как ты думаешь, как они это будут делать? Они, Игорь, это будут делать очень просто. Вот мы знаем, что команда Байдена пришла к власти на волне так называемой борьбы с ковидной пандемией. Так вот, сейчас задача демократической администрации и их союзников из республиканской партии, это как можно дольше продлить так называемую корону, так называемую эпидемию. Потому что эпидемия для них, это спасение. Конец эпидемии, если народ устанет, пугаться. Если это куда-то уйдет, это будет смерть для демократов. Главное продлить этот кризис всеми удобными и неудобными способами. И когда к 22 году будут промежуточные выборы в Конгресс, тогда, я уверен, будет еще один штамм или изобретен, или будет раздуваться. Потому что сейчас, скажем, вот мы с тобой вчера обсуждали эту проблему, сейчас тоже они это делают, панику нагнетают. Но я думаю, вот эти стратегии с демократической партией, конечно, самый забойный вариант, они приберегут вот на промежуточные выборы. Или будут напрягать вот этот вот этот омикрон, я называю оксимарон, продолжая вот этот страх до выборов 22 года. А если есть возможность запугать людей, а если их возможность есть подтянуть на это, на так называемую науку об эпидемиях, многие же люди не просто боятся, а они говорят о том, что они верят в науку. Я вот на днях прочитал интересный твиттер, ну, Калифорния, естественно, это социалистическая республика Калифорния, там один либерал, меня это очень поразило не просто тем, что человек был испуган вот этой так называемой короной, а то, как он прореагировал на один из бустеров, который он себе сделал. И так выходит человек из какого-то места, где ему сделали бустер, и он помещает такой твит. Я чувствую себя сегодня счастливым, сияет солнце, я чувствую себя здорово, я получил очередной бустер. Как хорошо, что можно верить в науку. Я думаю, боже мой, это говорит о многом, это говорит о том, что миллионы людей, они не просто заражены страхом, мы же многие боимся, ну, что-то куда-то поедешь, что-то поймаешь, там, все там, мы боимся, да, это что вы говорите, греха таится, в разной степени, но есть миллионы людей, Игорь, в Америке, в других странах, которые подсели вот на эту веру, что если им какой-то условный доктор Фаучи скажет что-то, то обязательно его надо слушаться. Почему? Потому что он символизирует собой науку. Помнишь, когда они пикировались в Конгрессе с сенатором Рэндом Полом, и Рэнд Пол говорит, ну как вот вы можете менять свои рекомендации от одного месяца к другому, сегодня надо маску, завтра не надо, послезавтра три маски, потом по поводу этой вуханьского вируса, вы нам все время врете. Вот. А Фаучи ему отвечает, он говорит, вы знаете, вы шарлатан, Рэнд Пол, который медик сам, критикуя меня, вы критикуете науку. Вот так вот ему сказал доктор Фаучик. И вот это меня поразил, знаешь, Игорь, чем? Тем, что это не просто самонадеянность, а, как говорил Фридрик Хаек, известный вот экономист, лауреат Нобелевской премии, это пагубная самонадеянность. Почему? Потому что этот человек, который называет себя ученым, на самом деле он никакой не ученый, а он бюрократ от науки, таких много было в Советском Союзе, такие многочисленные бюрократы есть на Западе. 37 лет он занимал, занимает пост Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, он в лаборатории не был, экспериментами никакими не занимался, он занимается руководителем, он является руководителем, он распределяет деньги, вот его главная такая роль. У него такое убеждение, что если наука что-то сказала, а вот он представляет собой науку, то все должны стать по стойке смирным и слушать его. Он судит с точки зрения какой-то кратковременной позиции, он не принимает в расчет, как его решения могут сказаться на экономике, на других болезнях, которые никакое отношение не имеют к так называемому ковиду, как его решения скажутся на моральной жизни, на психологическом состоянии людей, это он вообще не принимает в расчет. Вот у него такой вот tunnel vision, то есть туннельное видение, вот я должен бороться с этой пандемией, вот я буду так делать, если вы мне противоречите, вы реакционеры, вы из средневековья, и с вами нужно бороться, и ваше сообщение или какие-то советы или выступления на ютубе нужно закрывать. Именно так поступали с учеными, эпидемиологами на ютубе, на фейсбуке, их убирали, у которых точка зрения не совпадала с доктором Фаучи. Тут вот еще, Игорь, какой момент нашим зрителям слушаться нужно иметь в виду. Понимаете, Америка это все-таки главная держава мира, и то, что доктор Фаучи озвучивает, это считается, ну как бы, ну Америка говорит его устами. Это на английском языке сказано, на английском языке выходит масса медицинской литературы, газеты, то есть такая вот гегемония в этом смысле плохая, английского языка идет. А ведь не только доктор Фаучи этим занимался, Игорь, а ведь в Великобритании, который тоже занимает исторически второе положение после Соединенных Штатов, там тоже был подонок, извини за выражение, такой подонок бюрократ, его звали Нил Фергюсон, который потерял свое лицо моральное во время пандемии. Так вот, этот человек вынес такие решения, он смоделировал в самом начале вот этой ковидной так называемой эпидемии, как она должна развиваться, он пугал США и Англию миллионами жертв, он сказал, что в Америке умерет 5 миллионов, в Англии умрет до миллиона людей от этого ковида, и он построил модель, он не эпидемолог, а он физик, который прогнозировал развитие болезни на основе компьютерных моделей, понимаешь, какая вещь, и вот его послушали, правительство Англии на основе этих решений стало организовать локдауны, опять, это озвучилось на английском языке, но самый парадоксальный Игорь, то, что этот человек сам не следовал своим локдаунам, а без маски поехал тайно под покровом ночи посетить свою гелфренд, и это людям стало известно, журналистам, и он с позором был изгнан, вот так вот наши властители дум поступают на деле, но, Игорь, понимаешь, вещь какая, смотри, Фаучи, США, Нил Фергюсон, Англия, все это транслируется миллионными тиражами в интернете, через Фейсбук, и правительствами двух стран, и это оказывает пагубное влияние на весь мир уже, другие страны, даже те, кто ненавидит Соединенные Штаты, они все равно прислушиваются, думают, ну, американцы, ну, это наука, так вот, любой ученый, а я ученый, Игорь, я историк, и любой ученый скажет, что наука не так развивается, наука не имеет какого-то однозначного решения, наука это процесс, никогда в науке нету консенсуса, никогда наука не рассчитывает на какие-то компьютерные модели, то же самое мы можем сказать об этой пагубной, поганой самонадеянности в отношении климата, когда люди пытаются строить, прогнозировать развитие мира, климата путем каких-то компьютерных моделей, наука это процесс, где различные точки зрения соперничают друг с другом, и когда попытка идет закрывать другую точку зрения, это уже, извините, тоталитаризм. Да, Андрей, ну, великолепно сказано, про Фаучи у меня, кроме каких-то очень уж ругательных вещей, ничего не припасено, что он лжет, как силы мерин, и вообще, фигура на самом деле очень мрачная, и воздаст, я думаю, ему воздастся, ну, а пока мы уйдем на несколько минут на перерыв, а вы, если у вас будут вопросы во второй части нашей программы, можете их задать. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Продолжаем нашу программу. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. В этом сегменте вы можете позвонить и задать ваш вопрос. И у нас уже есть первый звонок. Да, пожалуйста. Напомню только, что с нами Андрей Знаменский сегодня. Профессор Андрей Андреевич Знаменский. Слушаем вас. Добрый день. Скажите, что это было вчера в Вашингтоне за демонстрация с американскими флагами, которую так лимило CNN сегодня с утра? Можете рассказать, что это было? Я, честно говоря, не буду врать. Я не знаю. Вы меня просветите в данном случае. Не буду строить какие-то догадки. окей. 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 был вне Вашингтона и вне просмотров новостных. Кстати, иногда очень полезно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Андрей, я хочу Вам задать вопрос как ученому. У нас часто высказывается мнение, что мы развиваемся по синусоиде и вот сейчас у нас плохая ситуация, через какое-то время будет лучше. Мы в нашем научном коммунизме учили, что по диалектике действительно мир развивается по спирали и повторяются события на более высокой ступени. Вот как Вы считаете, вот то, что сто лет назад в России построили социализм, может такое случиться, что через сто лет в Америке построят социализм или все-таки удастся нашу страну держать в нормальном состоянии? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Андрей, пожалуйста. Хороший вопрос, между прочим. Да. Тут вот дело в чем, что все мы, которые прошли какое-то воспитание в Советском Союзе, часто думаем о будущем, развитии будущего, как такой, ну, эволюции. Прогресс идет, все будет улучшаться, улучшаться с какими-то там, ну, поворотными движениями спять, но все равно эта кривая нас куда-то выведет в хорошее дело. Или мы развиваемся по спирали, как нас учил марксизм, но все равно это будет все выше, выше и выше, как пелось в этой старой, там, сталинской песне, там, об этих вертолетчиках или пилотах, да. Вот, несмотря на то, что спираль, она не по горизонтали идет, она все выше, выше и вверх. Мы к какому-то прогрессу стремимся. Вы знаете, я как ученый-историк должен вас разочаровать, что, к сожалению, мы часто оценим прошлые события с точки вот уже прошедших, то мы какую-то лойгуку видим. А на самом деле, и в этом заключается ужас и красота истории в том, что мы не можем предвидеть развитие. Что день готовит нам грядущий, мы не можем предвидеть. И часто все зависит от нас, самих людей. И вот поставленный вопрос, а не построит ли в Америке социализм лет через сто. Ну, грубо говоря, все зависит от нас, от американцев, которые в этой стране. Если мы позволять этому будем, то, конечно, построить не только социализм, а не демократический социализм построить, а социализм со звериным лицом. То есть и это может такое же быть. А может быть так же, как во Франции, например, какой-то демократический социализм, где просто схлопывает экономику, разрушает, и страна там существует уже 50 лет при уровне безработицы 25%, и это их удовлетворяет, и они очень хорошо себя чувствуют. Поэтому на вопрос отвечают так, что у истории нет начала и конца, и что мы не можем, к сожалению, прогнозировать это развитие. И все зависит от нас, от тех, какие идеи мы будем вносить в общество, в умы детей, в умы наших соседей. А другая сторона тоже, она не сидит, они работают, им кажется тоже другой стороне, таким условно левым будем говорить, им же тоже кажется, что они прогрессивны, они хотят хорошей Америки. То есть в этом заключается есть парадокс. Ведь те люди, которые в ГУЛАГ загоняли людей, ведь они тоже считали, что они строят великое дело. Ведь те вот эсэсовцы, которые охраняли эти лагеря, концентрационные, они тоже считали себя символом такого национально-социалистического прогресса. Вот в чем уже заключается. Поэтому идет эта борьба, и куда она выведет, мы не знаем, понимаете, дорогие друзья. Ну, я нахожусь на одной стороне, я выбрал эту сторону. Я считаю, что людям надо давать выбор, а когда людей лишают выбора и говорят сверху, что им нужно делать, это опасный путь. Но, к сожалению, у нас половина общества считает, что нужно слушать великого вот этого, белого отца в Вашингтоне. Они хотят отказаться от того, что мы называем американской традицией. Это индивидуализм, свободный рынок, федерализм, самоуправление штатов. И, к сожалению, это факт. Вот как это? Куда нас это выведет? Вот смотрите, мы сейчас видим, что в таких странах, отвлечемся на минутку, как Австралия и Германия, мы видим уже ползучий такой авторитаризм. Что делается в Австралии? Там просто невакцинированных людей загоняют в лагеря. Оказалось бы, Австралия, это страна достаточно демократичная, с англосаксонской традицией. Но там нет ни первой, ни второй поправки. Поэтому эта демократия начинает прямо схлопаться на наших глазах. Как говорил мой профессор, я у него учился, благодарен ему, доктор Глааб, в 90-е годы, я тогда не придавал этому значения, он говорит, Андрей, любая демократия всегда содержит в себе семена тоталитаризма. И вот я сейчас по Австралии вижу, как вот эти семена произрастают. Почему? Потому что австралийцы позволяют своему правительству делать это. Если бы они хватали их за грудки, если бы они обрезали клыки правительству, тогда бы этого ничего не было. Да, ну смотри, Андрей, если эту тему продолжить, ведь в некоторых штатах, где вменяемые губернаторы, назовем их, это, предположим, Техас и Флорида, самые такие из, скажем, видных и больших, и там, внутри этих штатов, жизнь, конечно, отличается резко даже от, ну, Нью-Йорка, Чикаго и так далее, от городов и тех штатов, где правят демократы, где вот очередной улов там, вот сегодня я почитал, допустим, что за уикенд в Чикаго только, ну, в известном месте понятно, что это Саус Чикаго, значит, шесть жертв, а всего 30 там раненых. Ну, это ерунда, бывает и побольше. То есть, никто этому вообще никак не удивляется, ни у кого даже ни те, ни сомнения нет в том, что это само собой разумеющееся. Но все-таки вот в штатах, где правят люди определенных убеждений, и где не подаются пока, по крайней мере, диктату правительства, что-то-то получается, значит, матрица-то есть, на которую можно равняться? Как ты думаешь? Да, вот наше счастье, дорогие друзья, что у нас есть эта американская матрица, которую левые, конечно, хотят вытравить, выдавить. Ведь не секрет, что левые уже на протяжении последних, так, 35 лет, они хотят изменить Конституцию. Многие левые профессора, я вот работник университетской системы, они постоянно нам толдычит о чем? что Конституция это живой, развивающийся документ, и что первая, вторая поправка, и другие, не прогрессивные поправки, как они говорят, они, в общем-то, опасны для развития человечества, нужно ли их как-то ограничить, нужно ли как-то, или убрать, но если не убрать, то, в общем-то, забить куда-то, забить другими поправками, понимаете? Но есть, как правильно Игорь сказал, американская матрица, прежде всего, так называемый американский федерализм, когда худо-бедно, но штаты имеют у нас власть немалую, они могут какой-то челлендж организовать федеральному правительству. Худо-бедно у нас с перебоями, но работает наша судебная система. И вот сейчас мы видим, как вот этот, вот эта авторитарная попытка Байдена навязать всей Америке эти вакцины, вот, сейчас судьи обнулили, судьи обнулили, помните, как хорошо обнулили, что даже уже сейчас в трех штатах, это Контаке, мощно от Теннессии и штат Огайо, судьи, судьи приняли решение о том, что даже федеральные работники не должны вакцинироваться, потому что это нарушение конституционных прав американцев. А до этого мы были свидетелями, как уже работников частных фирм тоже дали им возможность не вакцинироваться, хотя по приказу Байдена хотели их всех вакцинировать, понимаете, то есть работает судебная система, а в других странах она не работает. Вот, например, в такой стране, как Швеция, которую я, в общем, сейчас хвалю, и молодцы они, Шведы, что они не поддались на эти вакцинные глупости, не поддались этому страху, но даже вот это вот государство, Швеция, там нет такого феномена, как Верховный суд, там нету сильной судебной системы, поэтому потенциал для авторитаризма там очень высокий. А у нас есть наша американская матрица, смотрите, ее надо использовать, и мы ее будем использовать сейчас. И вот Де Санте, в Флориде, он ее использует. Да, но при этом он слышит от Брэндона, что я уберу его с дороги, сказал наш старец, да? То есть вот он станет у меня, это цитата, это, если бы это было измышление, но тогда бы было не так грустно и смешно одновременно он сказал это конкретно, что значит он уберет? Это значит человек, который полвека, как ты заметил, верно, сидел в политике, да? Управлял фактически. Он, то есть, как говорится, для него конституция есть вообще ничего, незначащая вещь, потому что сказать это человеку, облеченному властью, в штате, который, опять же, где разделение федерального и штатного, это значит полностью идти наперекор тому, что прописано пока еще в конституции, так же получается. Конечно, но пускай попробует, потому что я все-таки не думаю, что Десантис будет в одиночестве. Сейчас уже происходит объединение этих красных штатов, и это здорово. Опять-таки, я вот не вижу в Австралии такой же сильной местной власти, которая пытается противостоять центральному правительству. А у нас это есть. Мы даже не знаем... Да, пожалуйста. Извини. Да, у нас просто есть звонок, мы продолжим это обсуждать, но применим сначала звонок. Добрый день, слушай. Да, Андрей, добрый день. Еще раз добрый день. Скажите, вот как историк, на чем основывается вера левых в том, что они сделают жизнь людей лучше? После Полпота, после Балджетуна, после Сталина. Вот на чем основывается их такая святая вера? Что мы сделаем жизнь людей лучше? Ответ достаточно простой. Вы правильно сказали. Спасибо за вопрос. Наш слушатель, кстати, сказал, постоянно эти эксперименты разрушаются, накрываются медным тазом, а они все равно верят в это дело. Ну, вера вот на чем основана. На том, что сверху одним решением можно будет изменить жизнь людей. Это такая вера в планирование, которая родилась еще в первой половине 19 века со времен вот этих известных нам социалистов-утопистов, таких как Сен-Симон. Помните? Напомню вам, кстати, курьезную такую вещь, когда Сен-Симон родоначальник вот этого вот большого социалистического государства, которое должно активно улучшать жизнь людей. Он же говорил о том, о чем? Нужно создать Совет Ньютона. Он говорил о религии и науке. Он говорит, нам нужны новые религии, поскольку религия исчезает, все эти христианские, как он говорил, проповеди, они никакого смысла не имеют, а вот наука у нас будет выполнять роль религии. Вот представляете, от предшественника доктора Фауча, хороший вопрос опять был задан в этом отношении, он нам говорил, что ученые, технократы, они, базируясь на научном прогрессе, должны нам диктовать, как будет развиваться мир. Это родилось, естественно, в то время, в 19 веке, когда у людей стало ехать с крыши из-за вот этих научно-технических открытий, им казалось, что весь мир можно перевернуть, вот, и там же марксизм как раз вовремя пришел, который себя рекламировал, ну, самый, что ни на есть, самый, самый, самый лучший наука, там, помните, ее же тоже рекламировали, как наука, которая объясняет все и вся. Вот это вот исконное желание человека объяснить все и вся, исконное, к сожалению, желание многих людей планировать все и вся сверху, оно как раз является вот основой этой веры, понимаете, очень легко для многих людей им кажется, что вот одним махом можно решить все проблемы, а на самом деле, вы знаете, как говорил Гёте, помните, это известная фраза из Фауста «Суха теории, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». Жизнь, реальная жизнь на Земле, она настолько многопланова, что ее нельзя, нельзя прогнозировать, нельзя планировать, обязательно все равно находится что-то, что ты не спланируешь, что-то обнуляет твои планы. И вот, я думаю, главная задача человечества это научиться уважать вот эту вот жизнь, которая развивается естественным образом, понимаете, вот здесь вот я вижу прогресс, но, к сожалению, у нас есть масса вот этих людей, которые разделяют вот это исконное убеждение, что одним махом можно отрезать, вот так раз, всех вакцинировать, построить, строим, загнать в лагерь там, они должны взять под козырек и все. Но, опять эксперимент накрывается медным тазом, они опять повторяют свои ошибки. Но, тем не менее, ты смотри, вот весь тоталитаризм, который вот таким образом цветет и пахнет, пахнет плохо, кстати, как всегда, он очень хорошо питаем, потому что это управление с одной стороны, а и с другой стороны деньги и все остальное. Хорошо, у нас есть звонок, мы попробуем его принять. Есть? Здравствуйте. Я хотела спросить, вот как вы считаете, всегда ли диктатор, это очень плохо, вот как вы относитесь к таким диктаторам, как Пиночет, который спас Чили, или Франко, или, я забыла, как звали, человека, который создал Сингапур. Вот они как будто бы сделали что-то хорошее в своей жизни. Спасибо большое. Андрей, пожалуйста, вот это уже по твоей части 100%. Это, как говорится, проверка на вшивость. Такой вопрос сейчас задает. Вы понимаете, парадокс, в чем заключается, что, будем обобщенно так говорить, эти люди, да, принимают какие-то часто нужные решения, но в политике ведь они нарушают и права человека. Они тоже людей загоняют в лагерь. И, в конце концов, их последователи вынуждены разгребать эти завалы. Ну, по поводу Пиночета могу вот что сказать. Часто вот в Америке левые говорят о том, что Пиночет пришел к власти, пытаясь осуществить свободный рынок, диктатуру свободного рынка. Но на самом деле, если мы начинаем исследовать, то все оно не так просто. Если дьявол, как говорится, в деталях. Ведь Пиночет пришел к власти, пытаясь прекратить вот этот экономический хаос, который посеял Сальвадор Альян. У него никакой программы вообще не было. Кстати, он поначалу так и не прекратил этот хаос. И где-то через три года у него появилось желание, ну что-то, что-то нужно делать. И он стал приглашать экономистов. И вот он пригласил экономистов из Чикагской школы, которые с 78-го года, я повторяю, не в 73-м году, с 78-го года начали ему предлагать эти решения. Он постепенно, как бы нехотя, начал проводить их в жизнь, худо-бедно. И они помогли. И что самое интересное, все-таки Пиночет принадлежит к числу тех редких диктаторов, который в конце концов решил, что, сделать референдум и дать своему народу сказать слово, оставаться мне у власти или нет. И когда референдум народа сказал нам, вас, дорогой диктатор, хватит, он ушел от власти. Таких только два диктатора было, дорогие друзья. Это был социалистический диктатор, который пытался кооперативный социализм строить в африканской стране Танзании. Звали его Джулиус Нейрера. Он после того, как Горбачев начал перестройку, он почесал за ухом и думает, ну что же, все, ловить нечего. Вышел к народу и говорит, вы знаете, 20 лет мы ошибались, я ухожу. Я не вижу других таких диктаторов. Я говорю, справа вот такой диктатор Пиночет, который тоже сказал, я вот что-то пытался в экономике сделать, это получилось, частично экономику мы выправили, но вы сказали, нет, вы не хотите меня видеть у власти. Я ухожу. В результате народного референдума Пиночет ушел, вот это многие, не знаю, два диктатора. А у нас в отдельно взятой евроазиатской стране до сих пор в одной столице, не буду ее называть, сидит человек, Владимир Владимирович Мугабе, ну, назвал я его уже, да, который не хочет уходить, не только референдум не объявляет, а наоборот, обнуляет конституцию, изменяет и говорит, конечно, хочу оставаться власти. ничего, его друг в соседней стране, а точнее, можно сказать, я не знаю уже, может, это союзное государство все-таки, он еще дольше сидит, так что есть на кого равняться. Окей, у нас звонок есть, да? Добрый день, слушаем. Алло, здравствуйте. Андрей, скажите, пожалуйста, вот, мы все надеемся, на то, что в следующем году республиканцы займут Конгресс и, возможно, Сенат, и, скажем, чем они будут отличаться от нынешних коммунистов, демократов, если прибудут эти республиканцы, тоже таких же левых взглядов, как и нынешние руководители демократической политики, которые занимаются в главном существовании в нашей стране. Спасибо за вопрос. Ну, мы об этом, в принципе, говорили, Андрей, можно повторить? Коротко отвечу. Вопрос опять очень хороший, несколько сформулирован пессимистический. Я присоединяюсь все-таки к нашему зрителю, слушателю, что есть определенный пессимизм. Дело скорее, я не пророк, но дело скорее всего будет развиваться так, на скидку могу сказать, что если республиканцы придут к власти, они подрежут вот эти вот безразмерные траты, которые демократами делались вот на протяжении последних двух лет. Вот так вот мы скажем в 22-м году. Но, к сожалению, полного заслона этим тратам не будет. Почему? Потому что демократы, опять повторюсь, настолько задрали планку вот этих трат, что республиканцы, ну, сократят они их частично где-то на 50%, но полностью не будет. Почему? Потому что большие слои избирателей уже вкусили этих вот печенек, будем так говорить, уже накачали деньгами и уже так вот отнять у Калифорнии, у Нью-Йорка, у Иллинойс, у Вашингтона, у Орегона вот эти вот деньги, которые закачали туда демократы, опять я повторяю, деньги были, миллиарды долларов закачаны в эти штаты. Для чего? Во-первых, чтобы спасти обанкротившиеся пенсионные системы в этих штатах. Во-вторых, чтобы вызволить из небытия вот эти демократические города, которые были разрушены левым. Это Миннеаполис, это Детройт, это Сан-Франциско, это Лос-Анджелес. То есть что, демократы дали деньги, а республиканцы будут назад отбирать эти деньги. Я не думаю, что это будет, но республиканцы, я думаю, они просто прекратят вот этот вот денежный поток, который сейчас в вертолетном виде распределяется везде. Ну, есть надежда, что и может быть как-то на границе будет другая ситуация. А сейчас уже сам Байден, наш уважаемый в кавычках, уже вынужден делать что? Он опять переходит к тому, что Трамп делал. Заявления беженцев в кавычках вот этих экономических мигрантов, которые хотят проникнуть в Америку, сейчас будут рассматриваться вот со следующего месяца уже не в Соединенных Штатах, а за пределами Соединенных Штатов. Вот именно это делал Трамп, за это его критиковали демократы, именно демократы сейчас будут делать то же. Да, ну, известно же дело, когда бан был трамповский, кричали со всех, как говорится, площадок, что он расист, негодяй и так далее. Сейчас семь африканских стран ограничены. Таким образом, и ничего, и все нормально, мудрый правитель успокоится. И системный расизм отдыхает. Да, системного расизма никакого нет. В общем, что говорить, лицемерию и стандартам, тем самым двойным, конца и края нет, зато есть конец нашей передачи. Напомню вам, что с нами был сегодня Андрей Андреевич Знаменский, профессор из университета, который находится в Мэмфисе, штат Теннесси. И уж напоследок скажу, напомню и о том, что ТВ-клуб Континент сейчас и в Рамбл, и я прошу всех, кто неравнодушен и кто хочет нам в этом деле помочь, подписаться там на нас. Всего доброго и до новых встреч, друзья. Спасибо, дорогие друзья. Было приятно с вами здесь побыть, подискутироваться. Да, у меня есть канал под названием Magus West латинскими буквами. Заходите, пожалуйста, Континент, наш клуб, канал Magus West. Всего доброго. Всех люблю, всех обнимаю. До новых встреч. Счастливо, Андрей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...